Как считаете, вам уже успели промыть мозги? Ну, считаю то, что нет. Нет, в университете мы не разговариваем на эту тему. Добрый день? Нет. Я подписан и на украинский телеграм-канал, и на русский, и поэтому мне промывают с двух сторон. Ну, на самом деле, да, ну, честно говоря, можно так понять, так вот по своим мыслям, что, конечно, мы все здесь зомбированы, и нету здесь ни одного незомбированного человека. В последнее время не особо-то и слежу, на самом деле. А что думаете вообще по поводу ситуации, сложившейся? Хороших сторон нет, что сказать. Ну, мысли какие? Мысли, конечно, что война — это очень печально, плохо, трагично, но я не буду выходить на митинги против войны. У всех моих родных мысли по этому поводу разделяются, но мы стараемся это не обсуждать, потому что зачем нам лишний повод для каких-то разногласий? Как считаете, успели вам уже мозги промыть? Ну, нет, потому что я вообще, в принципе, не особо слежу сейчас за информацией, так что, скорее всего, не успели. А вы ещё что думаете про то, что сейчас происходит? Это мир бывает, и такое, типа, то, что сейчас происходит, так что ничего не поделать. Да я не думаю, я не интересуюсь всем этим, я занимаюсь делами, которых это не касается. Нет, никому не верю, а все источники стоит складывать и делить пополам, и тогда что-то будет близко к правде. Так, ну вообще, по ситуации что-то не имеется? Непонятно, зачем это нужно, кому это нужно, ну, то есть, выглядит пока что просто как выстрел себе же в колено, потому что и так полудохлая экономика, её, видимо, решили окончательно добить, и решили так, чтобы, ну, к нам, по-моему, и так не очень везде в мире относиться, то есть настороженно, не сказать, что плохо, но теперь будут ещё более настороженно относиться. Успели ли вам промыть мозги? Нет, не успели, ну, это специфика моей профессии, да, я историк, я занимаюсь военной историей, я прекрасно себе представляю, что такое, как бы, индоктринация времён военного времени, как она работает, поэтому, когда у меня появляется интерес к этим процессам, а у меня появляется довольно редко, я понимаю, как это работает и о чём идет речь. Ну, вообще, по поводу ситуации, что думаете? Рано или поздно это должно было произойти, в том или ином виде, в ту сторону или в другую. Да, оно происходит так, как происходит, сходя из тех исходных данных, которые имели, да, государства, которые в данный момент находятся в состоянии конфликта. А вам уже успели промыть мозги? К счастью, нет. Смотрите меньше телевизора. Ну, нет, у меня есть своя точка зрения, которую я придерживаюсь. Ну, вообще, а что думаете, вот, о ситуации сейчас? Не знаю, сложно сказать. Ну, из всех фактов мы всё равно не знаем, поэтому какие-то суждения делать не скажу. Я считаю, что нет у меня и своя точка зрения, которой я придерживаюсь, и особо на меня никто не повлиял. Ну, вот касательно спецоперации, что думаете? Касательно спецоперации я не придерживаюсь нападения на Украину, не поддерживаю, точнее. Но просто сам факт того, что нельзя придавать, так сказать, своё государство, и у каждого есть свои минусы и плюсы, кто-то преподносит правильно, кто-то неправильно. То есть я остаюсь абсолютно нейтральным, пытаюсь остаться. Промыть мозги прям... Ну, то, что идёт пропаганда, и так ясно, но... Слишком большая информационная война, слишком много мусора всякого захламлённого, и сделать какие-то выводы просто невозможно, так как говорят. То есть промыли, получается? Промыть им это не называть. Просто непонятно, что правда, а что ложь. Надо ждать уже более чётких выводов. Мозги у нас не так у всех промыты изначально. Но по большому счёту, конечно, ну вот это вот обилие, просто поток этой всей информации, причём непонятно, кому верить, вообще можно ли кому-то верить. И может даже и подсознательно, но кто-то к какой-то точке зрения придерживается даже, ну, возможно, её для себя никак не обосновывало. По поводу ситуации в целом, что думаете? Ну, хреново это чё? Чё думаете? Ну, я не знаю, типа, если кто-то думает по-другому как-то, что это хорошо, но это осуждаем. Мои мозги не грязное бельё, чтобы их промывать. Если они у меня есть, значит, я как-то самостоятельно могу делать выводы. Нет, не промыли. Ну, а по поводу ситуации, что вкратце думаете? По поводу ситуации в 19 веке сказал Карамзин, что, или, может, я путаю, что Россия является примером для всех стран того, как не надо себя вести. Успели ли вам уже промыть мозги? Успеваю. Но что, и с другой стороны. Ну, вообще, что в целом думаете про ситуацию? Ничего хорошего я не думаю про эту ситуацию. Я считаю, что мои мозги были промыты ещё до того, как началась специальная операция. Ну, а ещё что по поводу специальной операции думаете? Я считаю, что специальная операция – это некая неизбежность, которая в любом случае бы случилась. И, если честно, мне очень странно, что она произошла именно сейчас. Наверное, она должна была произойти ещё в 15-м году. В остальном, я в целом полностью согласен с произошедшим. Единственное, что оставляет у меня вопросы некоторые – это вопрос Бучи. Всё. Я бы что хотел сказать по этому поводу. Вы уже два вопроса задали. Первый вопрос был по поводу промывания мозгов. Вот этот вот человек мне уже на протяжении нескольких лет промывает мозги. И всё, что он сказал, я полностью с этим согласен. Я полностью солидаризируюсь, потому что он абсолютно прав. Он глаголит истину, и он вообще великий оратор. Продолжайте. Вам уже успели промыть мозги? Я думаю, пока нет, потому что информация не доходит как-то сама. Ну, в последнее время, как-то не до этого нам. Ну, вообще, вот касательно ситуации, что думаете? Ну, ничего, задница происходит большая, да. Кому это надо, в принципе, можно загадаться, что каким-то, кто наверху. А народ страдает, и я не считаю, что меня промывает кто-то. Я не слушаю, у меня есть своё мнение. Так, ну, касательно спецоперации, что думаете? А это правильно. Нужно этих укроповцев бомбить. Потому что это нацисты, это гитлеровцы, и я считаю, что их надо. И правильно, то, что наши российские туда войска вошли. Я считаю, что это классно. Потому что там сколько уже, это, 8 лет или сколько, да, уже страдают. Донбасс, Луганск. Зачем детей убивать, стариков, женщин? Вопрос в том, кто больше врет. Ну, а вам покажется. Идеи другие. Читали Романа Орвелла? Да. Ну, вот Орвелл сейчас в гробу переворачивается. От того, что происходит вокруг. Он-то развенчивал эти принципы, а всё на них строится. Война – это мир. Правда – это ложь. Ложь – это правда. Продолжение следует...